Русский национальный фронт Выступающие на митинги Но в целом нас объединяет неприятие этого политического режима А также той фальшивой оппозиции Которая не желает ничего менять Желает сменить только персон на политическом олимпе Но систему хочет оставить точно такой же Либеральная позиция нам не по пути Поэтому мы проводим свое собственное шествие Со своими собственными требованиями Которые будут включать также и требования гражданских активистов В отношении руководства Москвы Которое разоряет город самыми чудовищными средствами И руководство Московской области Которое тоже застраивает историко-культурные памятники Продает земли непонятно кому и для чего Вот эти требования у нас будут не только относиться к регионам Но и в целом к федеральным проблемам Среди которых и миграционная политика И национальная политика Экономическая политика Разрушение здравоохранения Науки, образования Все это каждый из нас хорошо знает И сталкивается с этими проблемами каждый день Понимание в народе уже есть Что при таком режиме жить нельзя Теперь надо объединяться Чтобы этот режим не привел к власти вновь человека Который займет еще один президентский срок И уж тогда разорить нашу страну в дым Надо спасти хотя бы то, что осталось Поэтому людям надо включаться В нашу общую деятельность национально-патриотических сил Вступайте в русский национальный фронт Коалицию, которая включает различные организации Вы сможете найти для себя те, которые вам ближе И включайтесь в работу В социальных сетях Проводите организационные собрания в регионах Мы не должны допустить Прихода к власти Новой генерации Олигархического режима Который готов сменить лица Но не готов ничего менять по существу Сейчас у меня будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Беззаконие, коррупция и измена захлестнули нашу страну. Наш народ доведен до отчаяния. 24 миллиона наших граждан просто нищие. Власть издевается над нами, считая, что все ей дозволено, все ни по чем. Олигархат грабит страну, коррумпирует чиновников, а чиновники творят беспредел, вводят новые налоги и поборы, повышают тарифы, лишают работы, сажают в тюрьму патриотов, фальсифицируют уголовные административные дела, поддерживают мошенников, замещают коренные народы иммигрантами, пропагандируют развраты без культуре. Только консолидация всех здоровых сил страны на борьбу с коррупционерами и олигархами остановит надвигающуюся трагедию, распад государства и гибель народа. Они нас всех достали вон самозванцев, в тюрьму олигархов, в тюрьму коррупционеров, России, русскую власть. Наши основные требования – незамедлительная национализация всех стратегических ресурсов, изъять национальное достояние у шайки воров и казнокрадов. Класс олигархов должен быть ликвидирован. Смена не только конкретных лиц в руководстве страны, но всей прогнившей системой власти, установление подлинно народной власти, обеспечивающей достойную жизнь. Государство для народа, а не народ для государства. Народ – хозяин на своей земле, а не шайка олигархов и коррупционеров, захвативших власть. Мы – народ, а не бесправная масса. Нас достало бесправие, нищенское состояние и беспредел, беззаконие, творящийся в стране. Требуем от Путина и Медведева незамедлительно уйти в отставку. Ваше варьё нас всех уже достало. Ваша русофобия нам опротивила. Государству – надежный правовой порядок. Народу – достойная жизнь и беспартийное представительство во власти. Русофобам, казнокрадам, изменникам, ворам – тюрьма. Россия – русскую власть. Распоясавшийся олигархический режим перешёл к последней фазе уничтожения государства и народа. Захватившие власть самозванцы знают, что конец их власти приведёт к расследованию их фантастического воровства и преступлений против нации. Именно поэтому их задача полностью ликвидировать законность и правопорядок и установить террористический режим, в котором нет места свободе и справедливости, чести и достоинству, национальным интересам, высокой культуре, неискажённой истории, подлинной вере. В их системе для народа не остаётся ничего, кроме бесстыдных поборов и унижений. Они уже отняли у нас здравоохранение, образование, культуру, науку. От всего этого остались лишь коммерческие заведения, лишь отдельные подвижники продолжают выполнять свой долг. Уничтожен смысл службы в армии, флоте, полиции, спецслужбах. Всё поставлено с ног на голову. Все бывшие государственные структуры стали обслуживающим персоналом олигархии и соучаствуют в измене. Вместо государственной власти в Российской Федерации правит оккупационная администрация с гауляйтерами во главе, расставленными на всех уровнях воровской вертикали. Мы призываем граждан России, оказывайте оккупантам всемирное сопротивление. Не верьте ни единому их слову, не участвуйте ни в каких их начинаниях, не поддерживайте их ни словом, ни делом, не голосуйте за их ставленников. Вместо этого включайтесь в протестное движение, вступайте в ряды национально-патриотических организаций, укрепляйте русское движение, вникайте в доктрину русского национализма, единственный рецепт спасения страны и народа от олигархии. Бюджетников и госслужащих мы призываем, помните о смысле своей профессии, не поддавайтесь на деструктивные задания бессовестного начальства, никогда не агитируйте за оккупационную власть, не участвуйте в ее мероприятиях. Любыми средствами уклоняйтесь от поддержки захвативших власть самозванцев и от участия в организованных ими публичных мероприятиях. К дальнобойщикам, обманутым дольщикам, потенциальным жертвам реновации жилищного фонда и другим гражданам, пострадавшим от бесчинств путинского варья. Мы обращаемся и предлагаем, пора объединять усилия и выступать единым фронтом против оккупационной власти. Хватит биться каждому самому за себя. У нас у всех общий враг, шайка олигархов во главе с Путиным и Медведевым. Участникам протестных акций мы предлагаем, пора переходить от частных требований к общим, а требованию поголовной смены верхов государственной власти и проведению народного суда над высшими должностными лицами, ставшими врагами нашего Отечества. Военнослужащих и сотрудников всех силовых структур мы призываем, помните о своем долге, не выступайте против народа, не соучаствуйте в акциях насилия, не выполняйте преступных приказов, отказывайтесь от службы, если она входит в противоречие с нравственными традициями и направляется вашим начальством против народа и государства. В условиях распада государства становитесь в ряды тех, кто будет спасать его и вылавливать разбегающихся изменников, казнокрадов, олигархов и политических проходимцев. Воля нации, смерть олигархии, за правительство национальных интересов, за народного президента России, русскую власть. Показывают полицейских, сманающих. Незаконно. Незаконно. Вот все это незаконно. И нас в Сагон исконяли, да еще там саков поставили. Или 26 марта. Народ гулял, спокойно гуляли, ходили, молчали, на плачки, свои уже заведомо экстремистами-террористами и придергивались, арестовывались, сажали. Нормально. Беспределки полицейских. Живем в полицейском государстве, антинародном антигосударстве. Не ору, а говорю. А ну конечно, вот идет адвокат. И грабители нашей страны. Различного рода провозащих, которые более сейчас грозят. Все, кто добиться в тюрьмах РФ власти, себе гучащего. Шмонали, проверяли их. Коррупционеры, бандиты, правоохранители. Сколько уже якобы завели, но на самом деле ведь не сидят. А доходы показывают. Я думаю, от миллиона до пяти в день. Анатолий Николаевич, проходите, тоже дорогой. Спасибо, я не терплю шмонания. Пока в России не будет русской власти, это шмонание будет продолжаться. И пока еще есть деньги в бюджете, они кормят правоохранительные органы, полицию, различные силовые структуры. Но скоро эти деньги иссякнут. И тогда костлявая рука голода выведет на улицы москвичей, гостей столицы и всех так называемых дорогих россиян. Продолжаем нашу борьбу за честь, достоинство каждого гражданина России. Многие граждане еще не проснулись и находятся под мороком и очарованием. Наше шествие, всем хорошего настроения, бодрости и духа. Победа будет за нами. Это неизбежно так же, как гибель товарища Бронштейна Троцкого. Симпэйт Симпэйт Новоскла Симпэйт Новоскл Нет, что они съемки inadequации и делаю. ều-б DNC Спасибо. 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 И выступать единым фронтом против оккупационной власти. Хватит биться каждому за себя. У нас у всех один враг. Шайка олигархов во главе с Путиным и Медведевым. Участников протестных акций мы призываем. Пора переходить от частных требований к общим. Дорогие друзья, начинаем скоро наше движение. Приготовиться. Первые шеренги и баннеры. Приготовиться. Дистанция между шеренгами 15 метров. Держим равнение в строю и шеренгах. Москвы. Быти에. Участников протестировать. Ривать, сумму и другие шеренги. П Babyмэр downward. Подними олимwaу. Пора поinga. Наскорно-морошее операцию. Капкиanesя. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Время щеками, которым не жалко, которым не жалко, которым не жалко, которым не жалко, коррежим народом России и его государства, образующего русского народа. Время, которое мы продолжаем в жизни, во время безвестия системы, калансия экономики, и все это сигналы того, что скоро власти олигархата придет конец, но они так просто власти отдадут. Свободу полиц заключенным! Свободу полиц заключенным! Свободу полиц заключенным! Нет грабительскому налогу, так называемому Платону! Нет Платону! Древнегреческому Платону да! Налогу Платону нет! Нет! Нет налога! Нет! Маша! Маша! Я смотрю там! Русский народ просыпайся! 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 Проедешь с трешкой! К этому бегу заплати за проезд! Бабка! Надежке, кто ты бегу? Бабкой не будь колонной пятой! Если вы с вами спец, то все это зарпало! Дальнобойщик не будь колонной бягаю! Выражаем нашу солидарность с дальнобойщиками, которые во всей стране протестуют против грабительского Дальнобой! Его даже нельзя назвать! Толи налога! Толи сбора! А праведа грабительского вагона! Для того, чтобы они стали еще богатее! Это попытка строительства! Это попытка строительства! Выше стихать! Провод набирать! Акшир! Сыгинский народ! Дальнобойщик Прот Вот это, конечно же, сегодня нет! Здесь все устраивает. Если еще и есть глупые россияне, которые не понимают, что происходит в стране, они думают, что так само собой рассосется и разойдется. Откуда? Ну ничего. В уме? А что я плохо сделал? Откуда? Зашли? Откуда? Нет, меня проверяли, честное слово. Вы плохо смотрели. Я плохо смотрел, точно? Отвечаю, честное комсомольское. Самые банковские сбережения. Самые всемцы не здесь, потому что они знают, будет иная власть, сидение всем в тюрьме, и все, что у них есть, будет акционализировано. И сегодня они традиционно нам разрешают пройти от Октябрьского поля до метро Щукинской, отвергая все другие маршруты по центральным улицам. По центральным улицам они в нарушении регламента сами ходят. Но ничего, придет время, и мы пройдем по главной улице с оркестром. А все россияне пускай идут лесом. Это глупые веслоухи-услики, которые думают, что у них все будет хорошо, у них все будет плохо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Потом Советский Союз ставил на колени весь мир. Мы победили фашизм, мы победили в различных войнах, и мы считались одной из самых могучих стран мира. Сегодня с нами никто не считается. Сегодня о нас вытирают ноги. Когда-то меня спросили по поводу Трампа. Вот видите, какой хороший президент оказывается в Соединенных Штатах? Трамп. И знаете, это наш человек теперь. И что же наш человек стал делать с нами? Вы, наверное, знаете, что он поставил вопрос вообще о разрыве отношений с Россией. Что у него его действия все наставлены только на одно. Чтобы поставить Россию на колени. Вот вам наш любимый Трамп. В свое время говорили, что надо ездить с американскими флагами, поскольку мы начали опять дружить с Россией. Такая же ситуация у нас была с Турцией. Когда Эрдоган сбил самолет, вернее, его войска сбили самолет, то тогда, в этот момент, мы говорили, что это был удар в спину. Стоило ему только извиниться. И с этого момента мы сказали, он наш друг, он наш товарищ. Что это за внешняя политика такая? Что? Если перед нами сейчас извиниться кто-то и скажет, мы извините, ребята, вас трогать не будем, а завтра разместят атомное оружие на границе у Российской Федерации, мы что скажем? Да ладно, ребята, ничего страшного. Главное, чтобы они не на нашей территории были. А то, что они там в 10 километрах от нас, это не страшно. Так вот, это не внешняя политика. Внешняя политика, о которой говорят многие люди, и о которой так у нас власть любит рассказывать сказки, она нас ущербная. Такую внешнюю политику можно вести только в колониальном государстве, но никак не в России, которая, я считаю, должна быть мощной и сильной державой. Браво! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сильный, передачи, сердца и правы дома, чтобы полегенество, все хорошо. Снимая война, ребята, скоро пойдем, потому что это гнев, осколочное, холсты и правды, а мы стоим за правду и справедливость, поэтому с каждым стоим пnie, а не за нас. Продолжение следует... 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 жизни, когда нам говорят о том, что прибавляется население, когда нам говорят, что ребята, отчего вы живете же нормально, ну, плохой период. Да, действительно, если у нас сократилось на 5,3 триллиона оборот, не хватает у людей денег, то эти суммы в кармане олигархов. Так нужна ли нам такая власть? Да или нет? Нет! Мы требуем срочно отправить в отставку весь кабинет министров во главе с Медведевым. Долой Медведева, долой правительство! Долой Медведева, долой правительство! Долой Медведева, долой правительство! Мы требуем, чтобы гарант Конституции сложил свои полномочия, так как он не справляется с ними. Сегодня народ нищает, благосостояние народа падает, поэтому никаких гарантий мы не видим от гаранта Конституции. И мы ставим за требование о том, чтобы он сложил свои полномочия и передал эти полномочия правительству национальных интересов. Только такое правительство сможет вытянуть страну, только такое правительство сможет поднять страну. И сегодня мы будем об этом говорить. Здесь много различных политических и социально-политических сил, поэтому мы предоставляем первое слово Елене Роклиной. Пожалуйста, Лена. Пока существует олигархорежим, всегда будут существовать политзаключенные. Только сейчас вот добавятся к нам политзаключенные, дальнобойщики, экологи, те люди, которые выходят за свои дома и многие-многие другие. И вот эти люди, которые добавятся к общему количеству политзаключенных, они со временем поймут, что решать вот эти проблемы поодиночке практически невозможно. И невозможно решить все проблемы, если не решить одну главную. Это вот олигархорежим в нашей стране. Нам нужно менять систему на народную, на социальную, на государство, которое работает в интересах большинства. Иначе мы никак не изменим. Мы будем закрывать одну проблему, и будет тут же возникать еще 10 у нас у всех. И, пожалуйста, я вас прошу, донесите до людей вот эту мысль, что они хозяева вот своей страны. Что мы не решим по отдельности все проблемы, которые валятся на нас от вот этой власти паразитов. Мы не решим. Мы можем решить одну проблему сразу, и тогда разрешатся наши все частные проблемы, с которыми мы каждый день сталкиваемся. У нас сидит Юрий Анатольевич Екишев. Он популярно объяснял о том, что такое русская общинная жизнь. Такой человек с всем своим существованием опасен олигарху режиму. Конечно, они его посадили. Вот у него будет 2 мая в 16.00 в Дорогомиловском суде последнее слово. И, может быть, решение уже вынесут. Прокурор попросил 2 года 4 месяца за его позицию. Просто за его позицию гражданскую. У нас сидят Барабаш, Соколов, Мухин, Парфенов. Это люди, которые выступили за проведение референтума, чтобы призвать власть к ответственности. То, что нам положено в Конституции. Всем своим существованием они опасны этой власти. Конечно, они за решеткой. И у них 3 мая в Тверском суде в 12.00 будет очередной суд. Приходите, пожалуйста. Потому что мы не сможем по отдельности ничего изменить. И Владимир Васильевич Квачков уже в общей сложности 10 лет сидит. Ну, конечно, военный позволил себе сказать правду, разоблачить этот олигархорежим. Но как же можно его выпустить на свободу? И мы должны объединиться, вопреки тому, что нас загоняют постоянно в какие-то шаблоны, что мы друг на друга не похожи. За чашкой чая выясняется, что мы все хотим одного и того же. Из-за этого я вас прошу, давайте протянем друг другу руки, давайте будем вместе и давайте доносить до людей мысль, что невозможно жить в паразитическом государстве. Нам нужно менять систему на народную. Спасибо. Сейчас перед вами выступит... Спасибо большое. Спасибо всем. Перед вами выступит Алексей Сороковой, объединение перевозчиков России, представители. Все мы знаем, как эти люди сражаются. Приветствуем. Добрый день, товарищи. Я представляю объединение перевозчиков России, обычный наш трудовой народ. Московское отделение ОПР находится на втором километре МКАД сейчас. Непосредственно сейчас мы там выражаем наш протест против того, что творится и в нашей профессиональной среде и против того, что коснется каждого человека нашего государства. Для тех, кто не совсем в курсе, не знает, значит, вот на нашем транспарате написано Платон, это грабеж народа. В чем это выражается? Это выражается в том, что каждый километр пробега по территории нашей большой родины мы должны оплатить в карман совершенно неизвестной, непрозрачной структурой, принадлежащей олигархам. Фамилия олигархов известна, можно не называть. Но это является несправедливым, потому что для каждого из вас поход в магазин выражается в том, что вы в итоге платите за этот Платон своими деньгами. Пока дальнобойщики могут, они протестуют, они не поднимают цены на свою работу, хотя эта работа уже превращается практически в работу из интереса и в какое-то неоплачиваемое хобби. Для тех, опять-таки, кто не знает, товарищ Медведев недавно при своем выступлении в правительстве, по отчету правительства перед Государственной Думой, заявил, что всего 480 дальнобойщиков протестуют. И при этом сам же сказал, что в системе Платон зарегистрировался 800 тысяч. А всего дальнобойщиков в России полтора миллиона. Это значит, 700 тысяч протестуют уже тем, что полтора года не регистрируются в этой системе. Он забыл об этом сказать. Также товарищ Медведев заявил, что эти 800 тысяч зарегистрированные, а при нашем расчете это значит, что 122 миллиарда рублей должно было быть собрано в 2016 году. Официальная цифра 20 миллиардов, из которых до дорог дошло 8. Мы, дальнобойщики, уже этот вопрос обсудили и попросили нам подсказать, а куда же делись те самые первые 100 миллиардов, которые даже не дошли до кассы самого Платона. Нам очень это интересно. Я призываю всех, кто не является дальнобойщиком, но сочувствует нам, вывесить на своем балконе надпись «Долой Платон! Хватит кормить олигархов!» Я тоже дальнобойщик. Чтобы наши власти видели, что народ понимает ситуацию и народ в курсе. Информационная блокада, которая сейчас развернута вокруг нас, она, к сожалению, пытается замолчать всю ситуацию, все горестное положение. 480 человек дальнобойщиков, по мнению Медведева, ребята, в Дагестане стоит больше 5000. Больше 5000 на одной парковке. А у нас в стране не только Дагестан. У нас есть очень много достойных городов, все стоят, все не работают, все на стачке. Да, в Москве у нас на нашей парковке 8 машин. Но было бы больше, если бы через несколько часов после нашей парковки нас не оцепили знаками грузовым автомобилям въезд запрещен. Прямо при нас, под камерами средств массовой информации, но не федеральными, а интернет-изданиями. И так власть работает везде. Как только мы пытаемся что-то сказать, нас пытаются загнать за бортики, за барьеры. Вы можете оглянуться вокруг себя. Мы сейчас и даже сейчас бортиками ограничены. Кто из вас задумывался, что статья 3 Конституции указывает о том, что власть в стране – это мы, народ. И мы можем делегировать наши полномочия властям на местах, муниципальным или городским. Но делегировать – это не значит отдать насовсем. И также в нашей 3 статье Конституции написано, что нельзя присваивать себе власть. А получается, что делегированные власть, наши как бы народные избранники, себе эту власть присвоили. И пользуются ей в полное свое удовольствие, для своего обогащения. Я призываю вас поддержать дальнобойщиков. Передавать информацию из уст в уста сарафанным радио, которое невозможно замолчать, невозможно заткнуть. Дальнобойщики – это часть народа. Мы с вами, а вы с нами. Спасибо. Платон – великий философ, а Медведевский Платон – давай! А теперь выступает Максим Калашников, известный журналист, и многие его любят. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Я не хочу очень долго говорить, и так все ясно. Тут собрались не самые дурные агитировать за советскую власть, как говорится. Не надо, вернее, за власть народную, русскую власть. Ну что, друзья, на самом деле, сколько нам говорили, да это навечно, это никогда не кончится, да кончится. Да вроде бы, как покрышки пока не горят на улицах, никаких палаток не стоит с полевыми кухнями. А также наверху, вы посмотрите, какое замешательство. Мы всегда говорили, что на самом деле они сами все сделают. Надо только к этому подготовиться, к решительному моменту. Вот то, что будет, будет напоминать ход лавины. Вот она, казалось бы, была тихая горная долина, да, красивое живописное ущелье. Красиво лежит снег, потом раз – и поток пошел вниз. Что будет толчком к этой лавине? Может быть, смена, ну, как они называют, смена, конечно, в кавычках правительства. Ну, поменяют они этого Шута, Горохова, Медведева на какого-нибудь там, не знаю, сапога, например. Какого-нибудь там бывшего адъютанта, ну, кто портфель носил. Или поставить какого-нибудь отмороженного системного либерала. Ну, мы с вами, друзья, мы за 25 лет знаем, что могут системные либералы сделать. Они на равном месте могут кризис учинить. И вот это может стать толчком той самой лавины. Стоит поменять правительство, дальше пойдет, пойдет дальше, подрастаешь. Спасибо, что вы пришли, пусть нас сегодня не очень много, но главное, что здесь, ну, самые умные, самые неравнодушные, самые страшные, самые, наверное, большая беда нашей страны, что очень много погашших, кто не хочет вообще уже ничего делать. Вот тихо погибает. А я считаю, что нам надо сохранять сейчас вот длинную волю, способность выйти за себя, за других встать, за наших политзаключенных, за наших дальнобоев, да за наш народ. Так что думаю, что пусть нас сейчас не смущает, что нас-то не так много, как на акциях, может быть, у тех же либералов. У них-то такой был мощный пиар в прессе. О них там, что называется, только утюги не рассказывали. А мы, так сказать, сами себе устраивали оповещение. Так что, друзья мои, долой унылые ружи. Ни в коем случае не оставлять наших политзаключенных, приходить на суды, размещать в интернете и ходить на акции протеста. Это простейшее действие. Оно не требует большого героизма. Но приходя и показывая, что нас много, мы заставляем власть двигаться. А ей двигаться нельзя. Как только она начинает двигаться, она начинает сыпаться. Ну, а наша задача сделать так, чтобы в момент, когда лавина сорвется, чтобы мы не свалили снова в 91-й год. И чтобы мы не повторяли тех ошибок, и возникла наша, великая Россия, которая принадлежит народу, а не каким-то там Ротенбергам, не каким-то там бывшим чекистам, там, в кавычках чекистам. Так что, друзья мои, спасибо, что пришли. Мы все равно победим. Иначе жить не стоит. Победа будет за нами. Слава России! 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 Итак, перед вами сейчас выступит представитель ИГПР ЗОВ Перского края Андрей Трибунский. Но прежде чем ему представить слово, я хотел бы сказать, что наши товарищи сегодня находятся за решеткой, как и 120 тысяч остальных людей, осужденных незаконно находятся за решеткой. Поэтому наша задача, чтобы мы изменили ситуацию, чтобы мы сегодня потребовали от этой власти, чтобы тех, кого пока еще не осудили, но держат за решеткой, и тех, кого осудили, выпустили на свободу. Свободу в политзаключенном! Свободу в политзаключенном! Свободу в политзаключенном! Здравствуйте, уважаемые москвичи! Я из Пермского края. Я простой русский рабочий. Я сегодня пришел сюда, и у меня радостное настроение, потому что я вижу столько честных и неравнодушных людей, которые вышли сегодня заявить свой протест этому олигархическому режиму. Давно всем понятно, давно всем понятно, что они держат нас за дураков. Они думают, что нас можно вечно грабить, проводить приватизацию, присваивать себе нефтяные вышки, газовые месторождения, которые вообще-то осваивались трудом и на деньги наших отцов. А сегодня они приватизированы только некоторыми любителями английского футбола. И то, что принадлежит нам сегодня, они кладут себе в карман. Они уже привыкли нас обманывать, они думают, что они могут обмануть и дальнобойщиков. Сейчас перед выборами они им отменят Платон. А после выборов они еще три Архимеда придумают. Вот что-что. А как ободрать народ до последней липки, это они мастера. Вот как индустрию, как люди могут поднять, это они не могут. А вот народ ободрать, это да, это могут. Мы, народ, один. Коммунисты, националисты, дальнобойщики, те жители, которых сегодня выгоняют из своих нажитых мест, потому что там в центре Москвы они решили себе построить такие же замки, как на Истре себе построили. Мы должны быть вместе. Понимаете, когда мы начинаем выяснять друг с другом отношения, эти хитроустроенные личности за кремлевскими стенами, они очень радуются. Они радуются, когда мы не можем договориться. А мы должны с вами быть вместе. Мы должны друг друга поддерживать. Несмотря ни на какие наши политические убеждения, мы все один народ. И полиция, цельские, вот тоже, они тоже народ. Они, олигархический режим грабит их так же, как и нас. Понимаете, когда вот по телевизору показывают, помогите Ванечке, помогите Илюшеньке, там соберите миллион рублей на операцию в Германии. Мы скидываемся по 500 рублей, по 1000 рублей, кто сколько может. Осечин получает 9 миллионов в день. Он 9 детей каждый день может отправлять в Германию на такие операции. Позор! А мы скидываемся. И вот не дай бог, ребята полицейские, завтра с вами какая-нибудь беда приключится с вашими детьми. Кому вы пойдете просить помощь, вы к нам пойдете. Вы скажете, люди, помогите, кто чем может. Обратитесь к народу. К тому самому народу, который вы сегодня бьете дубинками по головам, по указанию каких-то непонятных личностей в пальто, которые вам говорят, хватайте этого, хватайте этого. И они заставляют вас совершать преступление, наказание, которое должно следовать по статье 149 Уголовного кодекса Российской Федерации. И вот те, которые вам такие устные указания сегодня дают, они потом отмажутся, одни будут беленькими и чистенькими, а вы будете отвечать. Думайте, думайте, какие указания выполнять. Думайте, читайте Уголовный кодекс, читайте закон. Я хочу сказать о том, за что сидят в СИЗО уже 21 месяц наши ребята. Мы хотим принять в России закон, по которому власть несла бы не только какую-то моральную или политическую ответственность, но и уголовную за последствия своего правления. Кто такая наша власть? Это те, кто должен организовать нас самих на нашу защиту от ухудшения жизни нашей. А не организовать нас на то, чтобы мы сидели, молчали и не возбухали, пока они там катаются по Лондону. И вот за это наши ребята 21 месяц в тюрьме. Я вас прошу, пожалуйста, поддерживайте. Приходите 3 мая в Тверской суд в 12 часов. Люди сидят за право каждого из нас решать самим свою судьбу. Люди сидят за референдум. Пожалуйста, приходите, поддержите нас. Спасибо большое. Многие из тех, кто сажает наших соратников в тюрьму, думают, что только они ведут списки экстремистов. Мы тоже ведем. Мы тоже ведем. И поверьте, они у нас уже достаточно обширные. И тот, кто сажает беззаконные решения принимает, они все на карандаше. Сейчас выступит Ольга Авилкина, гражданский активист, против которого возбуждено уголовное дело. Всего лишь за то, что у нее в компьютере оказался текст обращения к военнослужащим с недоверием верховному главнокомандующему, который привел состояние нашей армии в чудовищное состояние. Я думаю, что она сама скажет об этом. Спасибо. Я являюсь сторонницей Светланы Лады Русь, на которую сейчас представлены портреты. На самом деле девять женщин по всей России преследуются. Это сторонница Светланы Лады Русь. Она известный политический деятель. Марина Герасимова уже второй год содержится в тюрьме в ужасных условиях, несмотря на то, что ее здоровье очень слабое. Светлана Михайловна по статьям совершенно надуманным это понятен политический заказ, когда человека за мошенничество и за якобы нанесение тяжкого вреда здоровью. Те же сотрудники, которые работали у нее 10-15 лет, предали, по сути дела, были засланы. И в тот момент, когда их начали увольнять с работы, они, естественно, пошли правоохранительные органы и подали заявление якобы за то, что у них произошли в связи с напряженными условиями труда возникла депрессия. Из-за этого человека теперь преследуют и грозит Светлана Михайловна Лады Русь от 10 до 12 лет лишения свободы. Также Марине Герасимовой, Татьяне Арсенье Мусейчук, Ольге Анатольевне Сахно, а еще пять женщин, тоже являющиеся сторонницами Лады Русь. Сейчас преследуется по 282-й статье, так же, и в том числе и я, это за обращение к военнослужащим российской армии. Причем преследования абсолютно необоснованные. Ни одного доказательства вины ни в одном уголовном деле нету. Но, тем не менее, суды ведутся, уголовные дела заводятся. По моему делу, вот уже суд идет с ноября месяца, и сейчас уже дело близится к приговору. Но, тем не менее, вот хотелось бы сказать всем огромное спасибо, кто помогает, поддерживает, приходит на суды. Да, и от защиты вашей зависит и наша судьба. И если вы не защитите сейчас тех, кто когда-то встал на вашу защиту, то потом защищать будет просто некому и вас, и нас. Поэтому призываю всех, смотрите в интернете, распространяйте информацию, объединяйтесь друг с другом, помогайте друг другу. Спасибо. Спасибо. Друзья, действительно, мы, есть такое выражение, мы непобедимы, когда мы едины. Так вот, мы должны быть едины, и в том числе в защите наших прав, и в защите наших людей. Свободу заключенным, свободу политзаключенным, свободу политзаключенным, свободу политзаключенным, свободу политзаключенным. Сейчас перед вами выступит член штаба Русского национального фронта Николай Коренович. Я рад находиться сегодня с настоящими гражданами нашей великой Родины России Руси. Нас поддерживают миллионы по всей стране, но, к сожалению, не все смогли сегодня прибыть. Особые слова благодарности нужно сказать и энтузиастам, представителям частных средств массовой информации, нашим сторонникам, которые пришли сегодня и информационно сопровождают наше мероприятие, потому что вы видите, традиционно официальные сионистские СМИ никогда не освещают наших протестных и русско-патриотических мероприятий. Например, уже седьмые сутки Израиль бомбит Сирию. Мне, конечно, на Сирию все равно, но, тем не менее, это говорит о том, что все средства массовой информации в мире и в нашей оккупированной стране находятся у них в руках. Они не дают ни малейшего шанса появиться на экранах нашим представителям и только через интернет мы можем донести слова правды нашим людям. Да, есть такая статья Конституции номер 3, по которой мы, народ, являемся основным источником власти. Но это лишь только слова, которые должны быть подкреплены нашими общими делами. Задача наша с вами общая это стать сильными, а слабых, как известно, бьют. Поэтому, пока нас не будет миллионы, пока мы не станем еще сильнее, чем есть, нас так и будут пинать ногами, унижать, облагать налогами, различными мифическими платонами, налогами на имущество. Вы только вдумайтесь, что налог на имущество с юридической точки зрения является абсолютно мошенническим. По существу мы с вами не являемся собственниками ничего недвижимого имущества, если платим налог на имущество. Значит, мы имеем его только в аренду или в лизинг. И таких налогов очень много. Сборно-капитальный ремонт и так далее и тому подобное. У нас многотомный и очень толстый кодекс об административных правонарушениях. Толстый уголовный кодекс. И там есть две таких статьи, под которые точно попадают представители нашего высшего руководства и олигархата. Это статья 357-я геноцид создания условий несовместимых с жизнью против нас всех. И геноцид не имеет срока давности по решению Генеральной Ассамблеи ООН. И 358-я статья Экоцид. Вы видите, что творится с Байкалом. Постоянные пожары, какие-то суховеи, природные катаклизмы. И нам только это констатируют, но не говорят, а какова причина. Причина такова, что вырубают леса, роют постоянно эти безумные скважины, чтобы больше и больше продавать нефть и газы. И поэтому сама природа, сами боги бунтуют против этой деятельности человека, точнее, недочеловеков, которые это осуществляют. На чем держится олигархическая власть? На двух моментах. Это страхи россиян и нашей разобщенности. Как только мы станем едины, невзирая на наши политические взгляды, религиозные отличия, то тогда и закончится их власть. Сегодня многие не с нами, не только потому, что они находятся на своих приусадебных участках или заняты своими повседневными делами. Они находятся здесь потому, что они продолжают быть безродными россиянами, что они трусы. И поэтому это нужно сказать твердо и прямо. Трусы, которые не пришли сегодня на мероприятие. Есть обманутые вкладчики, дольчики, те, которые сейчас пострадают от сноса хрущевок и так далее и тому подобное. Но их прошло ничтожное меньшинство. И поэтому они постеснялись принять участие, чтобы не опозориться в нашем мероприятии. Но так будет не всегда. И все пользователи сети интернет должны знать, что вот эти все друзья в ваших группах и в подгруппах это все мифические друзья и потенциальные россияне трусы, которые завтра не придут и не поддержат вас на улицу. А нас интересуют реальные люди, те, которые стоят передо мной. И мы здесь все вместе с вами. Поэтому долой страх, долой нашу разобщенность, да здравствует наше национальное единство. Свободу политзаключенным. Россию русскую власть. А нам всем с вами слава, слава всем нам. Правительство авансовку, а Государственную Думу распустить. Медведев выступая в Госдуме говорит, ну а вот кто там на моем месте может что-то лучшее предложить. Да мы предложим. У нас есть реальные алгоритмы действия. Что нужно сделать? Национализировать Центробанк, национализировать наши ресурсы, отменить налоги, выпустить из тюрем политзаключенных. Всех поперечу, олигархов всех пересадить, расторгнуть всех обальные международные договоры, никаких курил никому не отдавать, прекратить войну в Сирии, прекратить этот дурдон в ДНР, в ЛНР, объединить в единое государственное пространство Российскую Федерацию, Белоруссию и Украину, Приднестровье, вернуть нам южные земли Казахстана, Южный Урал и вплоть до Аляски. Поэтому у нас люди, у нас есть интеллект, а у них есть только ложь, только сионистская грязная пропаганда, которую уже сейчас никому, никто никому не верит этой пропаганде. Слава русскому народу, слава всем нам, а они пускай катятся в ад, идут на свалку у истории, эти уроды, олигархи, эти жулики, воры и бандиты. Все равно мы их перетрем, мы их переживем и в России воцарится русская власть на зло врагам, на радость близкие. Для разрядки стихотворения известного поэта Леонида Корнилова как раз о трусах. Здесь хорошие люди живут, вот здесь вокруг, ходят в гости по праздникам, дружат, здесь хорошие дети растут, да и внуки, наверное, не хуже. Все-то есть у хороших людей, не на жизнь, так на водку хватает, ничего, что зима холодней, ведь снега непременно растают, так и ждут эти люди всегда то хорошую власть, то погоду, и все больше и больше беда, и все меньше и меньше народу. Здесь хорошие люди, чудак, говорю тебе, лучше не будет, только трусы немножко, а так очень даже хорошие люди. Слово предоставляется Александру Холину, одному из руководителей Союза казачьих войск России и зарубежья. Добрый день, друзья! Так вот, я хотел сказать, вспомните, когда все это началось? Началось, конечно, не сейчас, а ровно сто лет назад. Мы же сто лет живем под сапогом оккупации, именно тогда власть показала, что она такое. Она начала сразу уничтожать русский народ. Она сразу начала уничтожать всех неугодных. И мы сейчас тоже ей неугодны. Почему? Потому что мы хотим власть народа. Мы хотим действительно зарабатывать, кормить семью, делиться даже с ближним заработанным. Ну а у нас отнимают, у нас просто отнимают все. Это кто? Это ворье. Долой воров. Гнать их из Кремля. И поэтому они никогда не победят. Но посмотрите, что они вытворяют сейчас. Они пытаются вот с того же 19-го года, с 24-го января 19-го года был указ, подписанный Лениным и Троцким о расстреле казаков сия Руси. И с тех пор казаков уничтожать начали, только-только недавно начали казачьи общества возрождаться. Ну что, казаков одно общество натравлюет на другое. Казаки, делитесь между собой, лишь бы трон не трогали. Но на казаках всегда держалась Русь. И мы объединимся в русском народном фронте. вместе все. Вместе просто и даже как говорится шофера, дальнобойщики все. Независимо от специальностей. И казаки тоже встанут на защиту России. На казаках всегда Россия держалась. Казаки всегда были за Россию. Мы возобновим Россию. За нами победа. Кто за нас? Тому слава. Спасибо всем, кто пришел. Мы победим! Это точно. Если мы едины, мы непобедимы. Так вот, нужно стать едиными. Перед вами сейчас выступит Александр Иванов-Сухаревский. Наверное, вы его слышали, знали. Это член русского национального штаба. Пожалуйста, Александр Николаевич. У у меня всего семь минут, чтобы рассказать всю тысячелетнюю историю наших русских русских несчастья. Значит, вы это знаете. И это меня не утешает, а меня печалит. Я не буду вас вдохновлять, вы и так вдохновлены, потому что здесь капля, даже меньше капли. нас нету. Есть власть, мы можем ее клясть, но это все слова, которые даже не вороги, которые не понять, что. 22 года я кричу, обращаясь к народу, были результаты, создавалась партия, и все заканчивалось расстрелами, посадками и убийством. Что нас теперь ожидает? Ну вот уже сажают дальнобойщиков. Ну и дальнобойщики не обращали внимания 20 лет назад. Они стригли купоны. Сейчас, когда им наступили на хвост, они что-то вспопашились. Я не буду вас утешать и не буду вас завораживать. Я просто скажу, готовьтесь к распаду. Он запущен. Русского народа нет, потому что нет Русской Республики. Да вы сами скажете, если ее сделать, распадется Российская Федерация. Она уже распалась, потому что есть гордые якуты. Да и так далее вы все знаете, и татары, все. И поэтому здесь находятся люди, только активисты маленьких патриотических организаций. И я хотел бы обратиться к полицейским. Да и полицейских здесь немного, потому что мы из себя ничего не представляем. А почему? Потому что мы сидим по тюрьмам. так что же нам делать? Дело в том, что мир устроен так. Масса идет за одним героем, за вождем. Вождю появиться нельзя, его убьют. И вот мы начинаем дипломатичить. Сейчас мы поддержим какого-то кандидата, какие-то президенты. Да он такой этот кандидат, что ни рыба, ни мясо. За него не проголосуют. Но нам же надо что-то делать, и мы трепыхаемся. Посмотрите, нас нету. Либералы собирают. Они соберутся 12 ноября. Они свергнут этот режим. Они мы. Что нам делать? Идти в тюрьму. Только это остается. А в тюрьме что? Убьют. Дело в том, что наш народ соблазнен золотом. В правительстве есть русские. И в думе есть много русских. Но они не видят улучшения своей жизни на путях политической борьбы. Они довольны, как олигарх Милиниченко или как его, у него самая большая яхта в мире, ему начкать. Мы разложились как народ, потому что нас убивают, власть, которой не было за всю беспощадное, жестокое, циничное, развратное телевидение. Только одни сплетни о том, кто с кем живет и как, кто кого любит или изменяет. И это нравится всем. Что мы здесь обманываем сами себя? Дайте нам в эфир, и люди за нами пойдут. Не пойдут, потому что только дисциплина и подчинение вождю бессоветное преданность одному, а мы слишком спесивы, мы слишком эгоистичны. Смотрите, сколько движений и Екишев, и этот, и все поодиночке сидят. Что делать? А делать вот что. Взять и собраться и пойти блокировать суд, где судят того же Екишева, чтобы пришло 20 тысяч человек, блокировали суд, и тогда полицай ни один не поднимет до пены. Но как добраться до людей? Как? Навальный добирается, ему дает деньги. Ни один собака русский богач не даст 500 тысяч рублей на рекламу. Не даст! Что делать? Сталин крал, воровал, но царь был гуманин, там сажались с таким комфортом. А сейчас, сейчас барабаш сидит за какую-то одну фразу. Такой жестокости нет, и поэтому люди сюда не приходят, потому что боятся, а боятся и смеются над нами. Да, их собралось вон несколько. Значит, будем готовиться к страшному. Либералы скинут олигархического руководителя, поменяют, и вот тогда, когда наступит всеобщий хаос, можно будет взять власть, но будет страшно, будет много крови, а что? Не мы в этом виноваты, а богачи, и русские, и евреи, и грузины. Золото, капитал. Люди говорят, серьезные деньги, мир сошел с ума, но мы здесь, мы в разуме, и я сгораю от гнева на полицию, которая стоит, русская по крови, армия разрушена, жалкий флот, не могут победить в Сирии, Сталин снег во все к чертовой матери, эти не могут, а потому что от бригета до паркета такой большой интервал, что у главного у нашего аршин, не аршина сантиметр, и нам надо готовиться к жуткому концу, я когда думаю об этом, от бессилия готовы лезть, не знаю, на Кремлевскую стену, но это глупо, этот митинг провал, никто не пришел, поэтому вы все должны стать как мусульмане, вождь грядет, но ему надо подчиняться беспрекословно, потому что только идея победит эти проклятые деньги, которые поработили всех нас, и поэтому за грядущего вождя, которому мы отдадим свои жизни, чтобы спасти то, что называется великая идея и несказанная Россия, а сейчас не Россия, а жалкое подобие державы, но мы сделаем ее, делаем, за грядущего вождя, слава Руси, слава Руси, слава Руси, слава слава Руси, для разрядки еще одно стихотворение Леонида Корнилова. Стать бы властью в России хотя бы на час, с Горбачева спросить за берлинскую стену, да и Ельцина тоже нутром на показ из поганой могилы поднять за измену. Посмотреть бы у Путина, что там в глазах, только так, чтобы в упор, невзирая на лица, и державе вернуть, что украл олигарх, но сначала вернуть бы державе границы, и успеть бы Квачкову вернуть ордена, дать бы титульной нации русское имя, а без этого к нам не вернется страна, и родная земля не признает родными. Завершаем наш митинг короткой резолюцией. Наши требования. Первое. Ликвидация олигархии путем национализации собственности всех лиц, получивших свои многомиллиардные достояния за счет разорения России. Второе. Арест бюрократической верхушки правительственных чиновников, глав так называемых госкорпораций, а также нажившихся на госзаказах и эксплуатации негр, недор скорых богатеев. Восстановление смертной казни за измену Родине и коррупции, применение высшей меры наказания к лицам, нанесшим России стратегический вред. Отставка президента Путина без права дальнейшего участия в политике. Выдвижение единого кандидата от всех национально-патриотических сил на выборах президента в 2018 году. Отмена Ельцинской конституции и принятие новой народной конституции. Всеобщие выборы на беспартийной основе с запретом участвовать в них членам партии, обслуживавших интересы олигархии и коррупционеров. Четвертое. Немедленная отставка правительства и расследование его антинародной деятельности в передачах всей власти правительству национальных интересов. Пятое. Отмена системы Платон компенсацией участникам забастовки за утраченное имущество и упущенные заработки. Шестое. Отставка мэра Собянина и его правительства, прекращение его авантюрных планов по реновации жилого фонда, застройки новой Москвы, отмена безумных компремонтов, тарифов и трат на уличные украшения, фантастических расходов на сооружения для спортивных фанатов. Московская власть должна заниматься первоочередными мерами для обеспечения жизни граждан. Восстановлением полностью разрушенных социальных систем, образования и здравоохранения, созданием рабочих мест для коренных жителей Москвы и удалением из столицы миллионов гастарбайтеров, поддержкой молодых семей, инфраструктурой детских дошкольных учреждений, развитием доступного спорта и так далее. Седьмое. Отставка губернатора Московской области Воробьева и всей его администрации за недоконную административную реформу и изъятие земель с передачи Газпрома для строительства газопровода, а также запланы тотальной застройки Подмосковья, морданградами и разорения исторических и культурных памятников. Восьмое. Прекращение геноцида русского народа, арест и расследование деятельности всех лиц, причастных к организации обнищания русских и других коренных народов, к организации демографической катастрофы, а также нравственному разложению, пропагандируемому через СМИ. Да здравствует правительство национального доверия! Да здравствует! Долой олигархию! Долой коррупционеров! Кремль народного кандидата в президенты! Да здравствует народная власть! Слава России! Слава России! Ура! Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Это люди, которые действительно болеют за свою родину, за свой народ. И я хочу еще раз вас поблагодарить и попросить, чтобы все, кто здесь присутствовал, информировал о том, что наш митинг состоялся, о том, какие требования мы предъявляем. И в следующий раз пришли не одни, а своими друзьями, родственниками и знакомыми. Всем спасибо! Митинг закрыт! Спасибо!